Кто провел первую перепись населения Российской империи, где находится крупнейший этнографический музей мира, в какой республике говорят более чем на 30 языках? Эти и другие вопросы ждали рязанцев на этнографическом диктанте. Его написали в преддверии Дня народного единства. В библиотеку пришло в этом году больше 140 человек. Это практически в два раза больше, чем в том году. На нашей площадке пишут студенты рязанских вузов. Акция проходит уже в четвертый раз. Диктант одновременно пишет во всех субъектах Российской Федерации. Участники отвечают на 30 вопросов. 20 из них общие для всех городов. Еще 10 – региональный компонент. Что оказалось сложнее, сказать трудно. Впечатления двойственные. Думалось, что будет гораздо легче. Оказалось, все довольно-таки сложно. Нас предупредили, что вопрос будет из двух составляющих. С региональным было проще, потому что все-таки нашу родную рязанскую землю мы знаем лучше. А вот общие вопросы очень сложные. Ну, я думаю, что самое главное даже не в сложности, не в простоте вопросов и ответов. Самое главное в другом. Что это все позволяет сделать для себя вывод, что надо продолжать учиться. Ну, в этом году, мне кажется, вопросы были немного легче, чем в прошлом году. Особенно вопросы по Рязанской области. Но все равно для себя очень много-много интересного, на что обратить внимание. Не все знания у нас хватает. Особенно регионального компонента, то есть по Рязанской области. Нужно что-то для себя новое узнать, почитать. Вопросы самые разные. Например, нужно знать, какой овощ был популярен на Руси до появления картошки. Что такое рязанский шушпан. Или назвать количество округов, краев, областей и республик России. Вопросы были очень интересные, такие очень умные. Мне очень нравится. Во-первых, это для развития интеллекта очень хорошо. И такие мероприятия, чтобы они проводились очень чаще. Мне очень нравится. На раздумье участникам давалось 45 минут. Однако первые работы были сданы уже через 20. Правильные ответы появятся после 10 ноября на сайте Большого этнографического диктанта. Организаторы отмечают, что вопросы очень сложные. Обычно на 100 баллов в библиотеке имени Горького диктант пишет буквально 1-2 человека. Однако общий уровень участников стабильно повышается. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...